Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим способы и режимы термической обработки какао-бобов. Для термической обработки какао-бобов могут быть использованы различные способы. Конвективный, кондукционный, радиационный , электроиндукционный, высокочастотный, в кипящем, псевдоожиженном слое. На отечественных предприятиях широкое распространение нашел конвективный способ нагрева, осуществленный в непрерывно действующих сушилках шахтного типа ВИЗ-42ДК. Сушилка ВИЗ-42ДК системы Строганова. Камера этой сушилки разделена на 20 горизонтальных ярусов высотой 120 мм. Поверхность каждого яруса состоит из набора поперечных пластин 1000 на 110 мм. При повороте пластин на 90 градусов бобы какао ссыпаются на следующий нижний ярус. Механизм поворота пластин работает таким образом, что бобы пересыпаются последовательно с яруса на ярус. Вначале поворачиваются пластины первого нижнего яруса, затем второго и так последовательно до верхнего, после чего цикл повторяется. В качестве теплоносителя применяется горячий воздух, подогреваемый в паровом и электрическом колориферах до температуры 170-180 градусов Цельсия. Для подачи бобов в сушилку служит ленточный дозатор, а для их равномерного распределения на верхнем ярусе пластин загрузочная каретка. Нагретый воздух циркулирует вдоль полок, переходя последовательно на ниже лежащие ярусы. Сырье из воронки 3 ленточным дозатором 2 равными порциями загружается в сушильную камеру 1. По истечении нескольких минут пластины поворачиваются и бобы какао пересыпаются на ниже лежащий ярус. Дойдя до последнего, 20-го ряда пластин, высушенные и охлажденные до температуры 28-35 градусов Цельсия бобы какао поступают в выгрузочную воронку 5 и шнеком 4 передаются на дальнейшие операции. Отработанный воздух отсасывается с помощью эксгаустера 9, очищается в циклонах 8, частично выбрасывается в атмосферу и в смеси со свежим воздухом вентилятором 6 возвращается по воздухопроводу 7 в пароэлектроколориферы 11. Нагретый до 180 градусов Цельсия воздух через патрубок 10 входит в сушильную камеру 1. Сушилка создает поточность процесса сушки и позволяет механизировать загрузку и выгрузку. Существенным недостатком сушилки является неравномерная сушка бобов какао и ядер, вследствие чего при хорошей средней конечной влажности продукта 2-3% отдельные бобы и ядра выходят недосушенными. К недостаткам сушилки следует также отнести частичный прорыв горячего воздуха в цех через верхние пластины и сложность кинематической схемы. В зависимости от сорта какао бобов сушилка работает на двух режимах, которые представлены в таблице на слайде. Техническая характеристика сушилки ВИЗ-42ДК представлена в таблице на слайде. Вертикальные шахтные сушилки типов ЕВ и ЕВТ фирмы Карли и Монтонария. В этих сушилках бобы какао движутся самотеком в вертикальной шахте с неподвижными наклонными полками. Бобы пересыпаясь с полки на полку проходят через три горячие зоны, а затем поступают в зону охлаждения. Нагретый паровыми калориферами воздух продувается при помощи вентиляторов зазоры между полками шахты, проходя таким образом поперек потока бобов. Конвективный способ сушки положен также в основу термической обработки какао бобов в сушилках СТР, выпускаемых швейцарской фирмой Бюллер. В нашей стране нашли применение непрерывно действующие сушилки СТР-3, СТР-4 и шахтные сушилки Конти-303. Сушилка СТР представляет собой одноканальную двухзонную вертикальную установку. Тепловая обработка какао бобов производится при их движении в вертикальном коробчатого профиля канале 1, стенки которого выполнены из сетки. Параллельно каналу расположены паровые батареи 2, а с противоположной стороны сетчатые фильтры. Сушилка снабжена вентиляторами 3 и 4, которые осуществляют непрерывную рециркуляцию воздуха в горячей зоне. Поток воздуха проходит поперечный канал, поступает на паровые колориферы, нагревается до 125-130 градусов Цельсия и отдает тепло какао бобам, проходя через вертикальный канал. Охлажденный воздух очищается на фильтрах от механически увлеченных мелких частиц и вновь нагревается. Весь цикл повторяется. Избыток воздуха отводится через выходной патрубок. Рециркуляция воздуха способствует больше экономии тепла. Обжаренный продукт охлаждается в зоне охлаждения воздухом, подаваемым вентилятором из производственного помещения. Внешние стенки зоны обжарки двойные с прослойкой из теплоизолирующего материала. При термической обработке какао бобов в сушилке СТР исключено дробление бобов вследствие их медленного и равномерного движения по каналу. Скорость движения продукта регулируется шлюзовым затвором, имеющим самостоятельный привод и вариатор скоростей, штурвал которого выведен на рабочую сторону сушилки. Температурный режим в горячей зоне точно регулируется в пределах 80-150 градусов Цельсия и поддерживается на заданном уровне автоматически. Регулируется также и время нахождения продукта в горячей и холодной зонах. Термическая обработка какао бобов в сушилке СТР обеспечивает получение какао бобов с влажностью 2-2,5%. На 1,5-2% снижается общее содержание дубильных веществ, уменьшается содержание летучих кислот. Температура внутренних слоев бобов достигает к концу нагрева 94-104 градусов Цельсия и снижается при охлаждении до 35-36 градусов Цельсия. Кондукционный нагрев осуществляется только в цилиндрических аппаратах периодического действия, которые из-за ряда недостатков находят все меньшее применение. Электроиндукционный нагрев и аппараты, в которых он применен, не получили широкого распространения из-за малой производительности и большого расхода энергии. Метод сушки материалов в псевдоожиженном слое промышленного применения для обжарки какао-бобов не нашел. Перспективными методами обжарки какао-бобов являются высокочастотный и радиационный . При высокочастотном способе нагрева молекулы диэлектрика или полупроводника, помещенного в электрическое поле, поляризуются и вследствие этого стремятся ориентироваться в соответствии с направлением поля. Электрическое поле, создаваемое высокочастотной установкой, меняет свое направление несколько миллионов раз в секунду. Столько же раз меняют свою ориентацию и молекулы. В результате внутримолекулярного трения материал нагревается равномерно по всей толщине. Экспериментальное исследование процесса термической обработки какао-бобов с помощью высокочастотного нагрева, проведенный Птушкиным, показали возможность создания установок непрерывного действия. Путем изменения настройки генератора в установке возможна быстрая смена режима. Точное соблюдение выбранного режима гарантирует равномерность обжарки и исключает пережег продукта. В процессе обжарки токами высокой частоты какао-бобы приобретают хорошие вкусовые качества, которые передаются готовому шоколаду. Однако применение высокочастотного нагрева в производстве шоколада требует высокой квалификации рабочих по обслуживанию установок и большего расхода энергии. При использовании радиационного способа иканагрева для обработки какао-бобов происходит проникновение тепловых лучей внутрь продукта, что способствует более равномерному распределению температуры и влажности по всему объему исследуемого продукта. Это позволяет интенсифицировать процесс обжарки и улучшить технологические свойства какао-бобов. Кроме того, данный метод обеспечивает непрерывность процесса обжарки. Генераторами инфракрасного излучения могут быть лампы зеркального типа ИК мощностью 250 и 500 Вт, светлые излучатели и темные излучатели в виде керамических или металлических плит, труб, нагреваемых до соответствующей температуры, проволоки с высоким удельным сопротивлением, а также керамических пластин, нагретых до температуры 600-1000 градусов Цельсия. Исследования показали, что радиоационный способ нагрева какао-бобов в случае использования светлых излучателей приводит к улучшению качества какао-бобов по сравнению с другими способами термической обработки. Инфракрасные лучи составляют значительную часть шкалы электромагнитных колебаний. Это излучение является результатом вращательных и колебательных движений молекул, при которых внешние электроны атомов и молекул становятся источниками излучения. Возникающие спектры лежат в близкой коротковолновой инфракрасной области 0,76-2,5 мкм. При поглощении инфракрасных лучей увеличивается интенсивность движения атомов материала, что приводит к нагреву тела. Лучистая энергия частично поглощается телом, находящимся в поле его действия, а частично отражается. Все диэлектрики, к которым относятся какао-бобы, обладают высокими значениями коэффициентов поглощения. Лучистый поток, падая на тело, частично проникает внутрь тела на некоторую глубину 0,1-7 мм, зависящую от длины волны световых лучей. Основным преимуществом тепловой обработки материалов радиации является значительное сокращение длительности процесса сушки, что обусловлено высокими коэффициентами теплообмена при обогреве излучением, улучшением качества какао-бобов как по химическим, так и по органолептическим показателям. На экране представлена принципиальная схема установки для радиационной обработки какао-бобов с зеркальными лампами 1 в качестве генераторов. Какао-бобы через загрузочные воронки 2 поступают на сетчатые транспортеры 3, находящиеся в поле действия инфракрасных лучей, и обжариваются до необходимого содержания сухих веществ. Обжаренные какао-бобы независимо от способа обжарки должны быть быстро охлаждены. В противном случае значительно возрастают потери какао-масла в результате диффузии какао-бобов. В этом видео мы с вами рассмотрели способы термической обработки какао-бобов и оборудования для этой обработки. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, оставьте ваш донат на карту U-Money. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!